всем привет с вами Оксана Дереза и у меня сегодня видео о готовой работе готовая работа по набору от фирмы Золотое Руно вот она у меня такая большая видите что она у меня даже в экран нормально не вмещается ну вот это такая красивая яркая получилась вообще красота значит набор фирмы Золотое Руно в смешанной технике я очень люблю смешанную технику называется журавли размер работы 48 на 7 сдается на 28 6 сантиметров мулине здесь 27 цветов бисер три цвета идет и техники какие техники здесь идут так крестик в две нити полукрест в две нити бэкстич ну я бы не назвала это бэкстич это скорее всего как он называется контур принципе сам производитель называет этот стежок контур в четыре нити вышивается он вышивается им только иероглифы и три цвета бисера вышивается значит предлагают капроновую нить использовать я использовала вот ниточку титан вот такую значит работу я креси крестики и полукрестики я закончила 22 февраля и если бы может быть мне не надо было и стирать эту работу так как я все-таки вышиваю с разметкой то я бы может быть поднажав 22 февраля и закончила бы эту работу но я ее стирала потом довышивала я бисер вчера 24 декабря и на бэкси что-то мне не хватило совершенно на ком на контурный этот стежок совершенно мне не хватило поэтому я его вот сегодня даже до вышивала вот сейчас прогладила работу и тут же вот снимаю показываю вам видео наверное нужно сказать подсела после стирки работы или нет давайте попробуем это дело замерить так значит что получилось что они там нам предлагают так ну принципе по самой широкой до стороне 28 сантиметров она по ширине получилось так и вот так если померить ну 48 сантиметров она получилась по высоте вышивала я сначала проверяю сверяю вышивала я по перенабору сначала я его сверяла со схемой потом уже доверилась ему настолько что даже перестала сверять и практически все кроме кроме иероглифов вышивала по кростич саги ниточки давайте покажу вам сколько осталось не так вот как видите да то есть достаточно мало осталось я бы сказала то есть вот здесь даже на половину работы не хватит на еще одну но принципе всех ниток мне хватило но досталось достаточно мало так вот это солнышко вышивала с этими нитками и вот здесь посмотрим видите вот что хочу сказать по поводу органайзеров я всегда была немножко недовольна этими органайзером в том плане что они у меня прорывались меня все здесь устраивает все абсолютно кроме того что они мне прорывались раньше как вышивала вышивала вытягивая там необходимое количество ниточек там две ниточки вытягивала и вышивала сейчас я вытягиваю благодаря тому что да вот пользуюсь электронной схемой я вытягивала пасму полностью пасму вышивала и потом если что надо было брала еще такого же цвета пасму вышивала если нет если допустим уже далеко были эти символы такого же цвета то я брала другого цвета пасмы тоже вышивала практически почти все я вот так и делала то есть по пасме вытаскивала и как видите органайзеры целые практически вот видите они такие вообще не истрепанные что касается ниток я уже говорила что вот как бы знаете когда вот их даже вот так щупаешь особо ты не обращаешь внимание да вот на я не могу сказать что я эксперт по ниткам или еще что-то но особо так внимание не обращаешь но когда ты вышиваешь то разница заметна и я сделала вывод что вот эти нитки желтые какие-то не все вот эти вот вот эти вот эти желтые вот эти белые черные кажется и против бы все я там особо не обращала внимание не фиксировал на этом но вот это сильно бросалось мне прямо по ощущениям вот это помощи тоже что это другой фирмы производителя мулине потому что пас при сравнении вот эти вот допустим коричневые зеленые они более такие что ли более плотные не такие мягкие вот да вот ну вот я так думаю вот это вот модера потому что я вышивала другие набора а вот те вот скорее всего другой фирмы производителя черные в том числе вот и белые как-то вот так ну ну это то что мне вот по ощущениям как бы не бросилась глаза то что вот по ощущениям получилось вот восприятие у меня такое было так что еще бисер бисер я использовала такой я уже когда получается постирали погладили я натянули на раму и вышивала бисером вот с помощью такого органайзера видите вот сколько осталось бисеринок как люк бисер я не могу сказать давайте сейчас поближе вам покажу эту работу пониже опустим детали до посмотреть что и в конце я покажу вам ее как бы в висячем положении да то есть я сейчас показываю по горизонтали покажу вам по вертикали эту работу вроде бы как говорят ощущения другие совершенно и так он значит вот бисер бисер сейчас чуть увеличим значит на 16 аиде здесь я насколько помню 16 аида сейчас мы посмотрим сколько фрагментов схемы так схема дать еще раз все таки так 16 до это здесь свайгард и на 16 аиде бисер толкается места ему не хватает пришивать ровно не получается но я уже так успокоюсь грозди цветения пусть будет вот так в трех местах он пришивается этот бисер видите крестики то бисеринки толкаются ровно не укладываются я такая ну это я уже под конец стала где-то пропускать одну-две немного потому что в ровно ряд но я уже смирилась тем да ладно я такая что мне надо чтобы они ровненько ровненько лежали новые некоторые совсем перевернулись не получилось видите особо за ровностью крестиков не слежу но мне нравится как они выглядят на и 16 каунта я не могу сказать что у меня там я пользуюсь способами там как она называется наибольшее преломление нити и так далее то что вы здесь полукрест винить и здорово смотрится потому что вот он именно создает такое вот ощущение восходящего солнца меня спрят хотела было сначала поменять здесь цвета потом передумала я посмотрела много всевозможных изображений картин рисунков художников востока и восходящее солнце у них везде изображается приблизительно так то есть это или полу диск оранжево-красный или диск вообще оранжево-красный яркий такой поэтому я убедилась что все-таки это правильно не стоит ничего менять стоит довериться разработчикам художнику вот и иероглиф иероглиф вышиваются здесь в четыре нити это оказался для меня самым сложным элементом во первых я здесь уже без разметки его вышивала и было ошиблась перешивала сместила немного иероглиф сторону у меня было не влез в границы картины перешивала его так что вот эту часть я вышивала вверх ногами все и тут уже чисто по цветам вышивала так мне нравится вышивать полностью какой-то там допустим взять участок и полностью вышивать его по цветам мне прям доставляет огромное удовольствие когда это получается и здесь это здорово получается вообще и я здесь вышивала уже от большего к меньшему то есть зашивала сначала большие цвета те цвета которые были наибольшее количество символов необходимо вышить потом следующие следующие и вот так далее очень красиво получили журавли не могу сказать что они тоже легко вышивались потому что вот работа вроде несложная работа вроде такая простая но тем не менее просто она мне не далась я не знаю может быть это какой-то еще был как сказать такой моральный может быть до аспект в этом то есть как бы психологически то что вот здесь все таки очень много зелени очень много сосновых этих веток вышивается на здоровье я кстати проверила что означает символ в интернете да я вот не удержалась проверила символ означает здоровье и мне было важно чтобы все 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 палочки я вышла так так вот по схеме чтобы мало ли так как я не знаю письменности это вдруг какая-нибудь завиточек не туда и получается уже другое слово да поэтому я конечно старалась вот максимально максимально все что было близко по ключу все это было то есть максимально точно по ключу не то что близко максимально точно по ключу вот такая красота получилась мужу очень нравится он доволен он очень доволен этой работой этим подарком моим так ему так что я тоже осталась довольна значит вышивальных у меня получилось ну и знаете уже я смотрю тут даже когда за полночь уходил он все равно считает это уже как отдельный день я не стал ничего пересчитывать вообще абсолютно да у меня получилось 56 вышивальных дней ну вот допустим здесь было видно до 20 21 это один день потому что это я вот за полночь немножко засиделась но не немножко так хорошо засиделась вот поэтому тоже касается вот 17 18 ну пусть будет уже так пусть будет 56 вышивальных дней ничего страшного и вот у меня написано 98 процентов почему потому что я почему-то так не могу вот выделить что я вышила бисер то есть я что только не делала бэкстич у меня получилось выделить все крестики полукрестика бисер как-то вот не выделяется что я его не отмечается что я его уже повышевала а так принципе вот работа уже завершена вот такая красота получилась вроде бы все что я хотела сказать сказала на конвец вайгард я люблю вышивать я очень довольна ей так нитками модера принципе тоже ничего они мне правда стремятся все время запутаться но я старалась я следила я следила постоянно за тем чтобы на обратной стороне не запуталась ниточка никаких так как это вышивалось на примету то никаких способов там с помощью закрепки там с помощью звука и такое тоже этого я не применяла с микро закрепками потом вообще под конец уже в конца начала то есть если я вначале еще все микро закрепками в начале в конце ниточки делала то уже под конец работы конец ниточки закрепляла просто под стежками вышивала на кус на пах на руках то много и на колени облокотив там вот облокотившись на спинку дивана и таким образом сшивала переворачивала кнопки закрепляла под стежками уже честно не знала куда приспособить эту работу куда и по повесе здесь уже освещение не такое хорошее но вот так выглядит картина если она горизонтально расположенность еще попробую отодвинуть ссори за то что вы видите там лишнее немножко вот как то так нравится мне все все нравится я просто боюсь можно было попробовать подвесить вместо какой-то картины и и но я не решаюсь это сделать потому что мне не получается потом повесить нормально картину никакую вот так это смотрится полный вид горизонтально да хорошо я довольна я довольна этой работой но как видите 56 вышивальных дней ну да ну давайте там пусть мы неделю уберем ну где-то 50 вышивальных дней получается у меня уже не ушло муж как ты так быстро и вышла поверить не поверите но мне не показалось что это быстро потому что это практически два месяца чуть ли не два месяца где-то да вот но работа не такая немаленькая здесь если считать все вот крестики backstitch и все такое то где-то полукрестики бисер то по по общей сумме получается 42 947 42 947 ну почти 43 тысячи так что я бы не сказала что работа такая уж и маленькая на этом у меня все на это надеюсь это видео вам было интересно мы ее надеюсь что в ближайшем времени оформим и покажу вам ее уже как готовую оформленную картину которая висит на своем месте желаю вам творческого вдохновения пусть и ваши мечты вышивальные сбывается пусть и ваши творческие замыслы обязательно осуществляется с вами была оксана дириза пока пока